Всем привет, с вами Лоград Камни. Сегодня мы поиграем в игрушечку под названием Dark You. Соответственно, наливаем чайку, сажимся поудобнее и сегодня у нас будет мрачненький контент. Сёпсина, игрушечка вроде что-то наподобие хоррора, так что радуемся или нет. Но сразу те, кто боятся скримаков и всякой разной этой херь, я вас, наверное, обрадую. Это не совсем хоррор, это скорее всего что-то наподобие мрачной головоломки. Если кто помнит мрачные такие вот... Подожди, не как мрачные? Короче, тут, наверное, будет сейчас плакат игры на этом экране. Короче, несут, я если что-то тут вставлю, если вспомню, что это игрушка. Мрачные кошмары, по-моему, называются, или маленькие кошмары, не помню. Ну это есть, на русский проводить. Так, подожди, это мы где находимся? Это что, это Россия, что ли? Почему тут такой падек обоссаный? Убеми, опять ты? Где моя лампочка? Убеми свертел. А, нет, смотри, лампочка тут более-менее нормальная. Так, подожди, наверное, это скорее всего огромный такой дом, а мы играем за какого-то уристократа. Точнее, даже не дом, а этот. Так, это, подожди, это мы можем посмотреть. На какую кнопку смотреть? Ага, тут мы можем садиться. Значит, можем кратиться, замечательно. Ну да, было аналогично, она и английская или у русская. И... Ути, господи. В общем, да, это игрушечка, что-то наподобие про сновидения, вот такие вот, какие-то открытые, вот такую херню. Еще тут можно просто посмотреть на эту дичь. Я просто посмотрел на скриншот и примерно понял, ну и триллера. Так что я примерно понимаю, о чем эта игра. Просто посмотрите, что он имеет. Просто ля какая дичь. Просто ля какой. Ты просто посмотри на эту дичь. Ну серьезно. Это очень необычно для игры. А в основном, ну, такого дерьма вообще нигде и происходит. Ну или, по крайней мере, я очень плохо знаю. Так, хорошо. Мы находимся во сне у данного человека, почему-то который лысый и у которого черные глаза. Возможно, это панк, но не суть. И который будет переживать всяческие кошмары. Ну или какую-то такую херню надо было на самом деле. Что там такое? А что там такое? Да все нормально вроде. Да, к сожалению, игра громкая. Ну, народ, я вас могу заверить. У меня 70 процентов громкости. То есть, я могу сделать потише, но тогда все остальное будет очень плохо слышно. Напишите потом в комментах. Кстати, если будет какой-то скример, то вы, в принципе, тоже можете написать, в каком именно месте он был. Ну, чтобы обезопасить других прохожих, которые сюда зайдут. Ну, и прохожих, а других людей. Короче, я вряд ли буду писать, а может и напишу, не знаю. Ну, вы увидите потом. Так. Это какая-то загадка, что ли? У тебя, господи, а как же это громко. И теперь нужно встать на эту херню, ну? У тебя, господи. В общем, головоломки. Возможно, будут тупники какие-то разные возможные, нет? А может и будут какие-то скрымаки. Это я все не знаю. В общем, я вместе с вами, по идее, прохожу эту игру, и я не знаю, что будет дальше. В нее я не играл. В отличие, кстати, от кошмаров тех. Взять шестеренку. Найден новый объект, шестереночка. Эй, здравствуйте. Только зачем такое эпичное... Это подбирание сделали, как-то. У тебя, господи. Ты зачем меня так пугаешь? Хотя, на самом деле, было ожидаемо. Ну, не знаю, кого можно... Шестеренка. Ой, да ладно. Это что, прям под джойстики, что ли? Видимо, надо джойстик подключить. А ладно, джойстик потом у нас будет. Который геймпад. А, не суть. Так, подожди. Нам нужно еще две шестеренки. Но у нас их нету. Так, да... Надо потом геймпада подключить. Короче, ладно, все, не суть. Потом, значит, его подключу, когда будет время. Так, подожди. Эту херню, я понял, надо на нее нажать. Что, закрыто, что ли? Туда не зайти? Да ты же вроде такой, прям. Ну, веточка. Да не, я не могу. Это прям совсем жесть. Ну-ка. Ты же заколебешь. Ты же заколебешь. Да ладно, все, забейте. Если что, напишите мне в комментах, насколько сильно там громко и насколько сильно меня не слышно. Так, ладно. Чуть такое. А, типа на маленькие объекты ты не можешь, да? Понятно. Какая же срань. Как же это все громко. Ну, возможно, у вас все нормально. Так, можно забрать шестеренку. Найден новый объект. Эту штуку мы обходить не хотим. Ну, ладно, че, пойду вниз. Как бы... Ой, мне даже на пробел не надо было нажимать. Замечательно. В общем, голова у нас сегодня так знатно пострадает от всего этого, то, что тут происходит. Просто вот эти все 3D, хереде, блин, измерения, это, конечно, жесть. По идее, это что-то наподобие кукольного такого домика. То есть, опять же, вот эти вот маленькие кошмары, там такая же херня была. Что мы якобы наблюдаем от второго лица. То есть, наблюдаем за... Так, подожди, сюда может шестеренку вставить? Оба пятнашечки. Здорости, приехали. Или гробики, я не помню, как это называется. Как только эту херню управлять. Ага. Понятно. Да-да-да, вот как-то так, что ли? Ну, блин, такие пока что... Пока что легко, такие легко. Так, ладно. Да, вот обязательно такой громкий звук, чтобы все поняли. Так, подожди, мы это можем взять. Эмблема ключа. Найдем новый объект. Нет, теперь вот эту штуку можем забрать. Ну, могли бы не сообщать, что я нашел шестереночку. Ну, ладно. Так, я, в общем, так и не договорил. Мы, в общем-то, смотрим от какого-то, может, ребенка или... Хотя, на самом деле, я не знаю. По идее, это сон. Сон вот этого чувака. Но при этом мы смотрим со стороны на это все. И чуть ли как будто не какую-то эту... Кукольную... Короче, очень странная дичь. Так, подожди. Эмблема ключа. Вот зачем нам эмблема ключа? Какая-то срань происходит. Ну, давайте пойдем туда, ничего. Посмотрим, что эта эмблема нам даст. А что если... Ой, как же ты это все громко делаешь? Так, окей. Эмблема ключа сюда не подходит. Как выйти отсюда? Как выйти? Сюда тоже не подойдет, да? Да. Выйти как? Да как выхожу-то я постоянно? Те, срань какая-то. Так, подожди. Нам, видимо, не сюда надо. А вот начинаются первые тупники. Я же тебе говорю, игрушка достаточно... Со своими какими-то приколами. Почему эта штука не прекращается? А-а-а! Подожди! Нам надо вынуть оттуда шестеренку. Я ведь правильно понял. То есть вынимаем шестеренку, у нас все будет замечательно. Да? Но она не работает. Или, возможно, мне нужно куда-то в другую сторону. Да понятно то, что я нашел шестеренку. Не напоминайте мне. Ну, вот звук идет, как будто и что-то начало работать. Ну, тут со звуками вообще какая-то странная тема. Он, кстати, слово мое еще врубает. Периодически. Так, ладно. Я взял шестеренку. Я молодец. До сих пор идет звук. Странная вещь, на самом деле. Так, тут я ничего не сделаю, да? Давайте попробуем отсюда забрать шестеренку. Давайте посмотрим, что мы еще можем. Что-то странная какая-то дичь. Типа, прикол в том, что шестеренка сверху, а шестеренка слева. Я где-то что-то не учел, что ли? Или, может, тут надо было оставить шестеренку? Ну, мне что-то кажется, что это шестеренка. Я уже тут все решил. Видимо, я что-то тут упускаю. Утих, господи. Понимаете? Вот она эта игра. Вот эти все головоломки-хероломки. Я лично пока что еще без понятия, что происходит. Не, смотри, ничего нет. Может, тут нужно как-то все равно. Я могу пройти. Странная вещь. Явно чего-то недостаточно. Нет, шестеренка там уже... Или нет, подожди. Так, все, подожди, я в тупике. Я реально в тупике, я пока не знаю, что делать. Так, давайте я это тогда скипну, этот момент. Ну, чтобы вас не нервирует лишний раз. А то что-то какая-то дичь происходит. Так, хорошо, потыкаю тут, сейчас побегаю. Узнаю, может быть, что-нибудь. Серьезно? Подожди. Да? Ой, я епу. Это че? Ой, какая же лютая дичь. Ты просто посмотри на это, ну серьезно. Да кто бы мог подумать, что тут можно так вот сделать. Ой, какая же лютая дичь. И какая же сложненькая эта игра, вот эта все восприятие. Я тебе про это и говорю, то, что это жесть. Я не знаю, сколько я тут минут просидел. Я не записывал на этот момент. Ну, точнее, как, записывал. Там сколько у меня на таймере? А, я таймер включал. Ну, вот поэтому я не знаю. Я только на монтаже уже пойму. Примерно, наверное, 20 минут, может быть, потусил. Так, подожди. Какая же лютая дичь. Какая же срань. Просто какая же срань. Мальчик, слушай, че ты за хердюй творишь? Ты понимаешь, вы хотя бы подсказали бы мне, я не знаю. Я не знал, что так можно. Вообще, на самом деле, там, по идее, в жанрах написано, что это 3D. Но это псевдо-3D. Это 2D. Я могу только тут в двух измерениях находиться. Так, окей. Ну, лови шестереночку. Будем знать, что теперь вот так вот можно переходить. Подожди. Не понял. Там какие-то шипы. Слушай, а тебя не напрягают эти шипы? Блин, как бы его назвать? Может, он Дарк? А не, все нормально. Если я, естественно, сейчас возьму одну шестереночку, это упадет. Окей, мне это просто надо было узнать. Потому что в эту игрешку, в этой игрушке надо думать. Как бы оно было ни странно, да? Так, ладно. На всякий случай пробежим. Да, я узнал, что тут можно бегать. Тут есть смерть. Слушай. Окей. Сюда посмотришь, туда умрешь. Я могу перемещаться тут. Ну, тут как-то что-то... Или подожди. Я тут ничего не могу сделать. Скорее всего, там что-то упадет, я не знаю. И из-за этого я могу умереть. Или нет? Интересный момент. Тут, кстати, есть кнопочка, если вы ее заметили. Ну, да не суть. Окей. Сюда можно положить, получается, эмблему ключа. Да? У нас появилась кнопочка. Окей. Теперь у нас есть эмблема смерти. Мне на нее надо нажать, что ли? Какая же срань. То есть, подожди, оно вместе со мной перемещается? Ой, какая же лютая срань. И мне самое главное, чтобы она сейчас не переместилась не в нужное место. А то что-то может произойти. Мне придется заново, по крайней мере, все делать, да? Так, а как я помню, эта херня находится тут слева. Окей. Ну, вроде как, пока что все легко. И потом перемещаемся сюда, да? Ой, какая же срань. Слушай. Но, наверное, это было сложно. Самое сложное, это пока то, что я просто не понял, как это примерно... Так, подожди. Не суть. У нас электричество вырубится. Ты уверен, что ты это хочешь сделать? Так. Я тебя предупреждал. Ты посмотри просто, как это все красиво. Ну, честно, мне очень нравятся такие игрушки. Это не ААА, это инди-игра, люди. Понимаете? Индия. И реально атмосфера тут на уровне. Я, конечно, понимаю, что немножечко моделика немножечко не вписывается. Это что за поскор... А у них... Это головы нету. Женщина, вы что тут творите? Так, подожди, у меня что-то чувачок очканул. Да не сыты ли? Да смотри, они в этих... В купальнике. Ну, весело же. Хотя, на самом деле, я вижу у них эти... Как это? Я не знаю, как это херня называется, но это болезская какая-то обувь. То есть, это балерина. С фонариком на голове. Удобно, что могу сказать. Быстрее бери. Бери, убегай. Беги, убегай. Беги, убегай. А, они меня не слышат, окей. Слушайте, это прямо Сайнет-Хилл. Прямо что не наезд Сайнет-Хилл. Только тут гораздо больше интерес. Слушай, у них пистолет есть. У нее реально есть пистолет. Вот же ж срань. А меня, надеюсь, не увидят? Беги! Беги! Нет времени объяснять. Короче, ну их нахер. Вали отсюда. Слушай, ну на самом деле, если мне такой сон снился, я бы что-то... Не знаю даже. Ну, а прикинь тебе, сняться, короче, женщины в купальнике. Прикольные соны, так я тебе скажу. Так, окей. Мы вернулись на все наши эти, на обратную сторону. Так, а как мне тогда получается пройти тут? И... Или я тут могу пройти? Ах! Ты, господи, какая-то громкая. Я уже это прошел. Че я тут... А ты че к нему подходишь? Это че еще было? Подожди. А почему это было страшно так? Ну, у нас чувак, ну, так нихерово очканул от этого. Просто какой-то чувак, блин, с этой... С мешкой... Мешком... Мешкой на голове. С мешком на голове. Че-то там... Кирилл пострадал. А, подожди. То есть в наш сон кто-то ворвался. И хочет забрать у нас этих... Женщин в купальнике. У которых нет лица. Ну, зато есть лампочка. Оба-ча. Да беги ты! Беги, что ты тут делаешь? Ну, их нахер. Загрузка. Учего, господи. Ну, мне игрушка пока нравится. Она действительно какая-то такая... Игра сохранена. Так, подожди. Так это еще петля времени. Я постоянно буду в одном и том же месте. Я не могу выйти из сна, получается, да? Вот, видишь, у нас что с часами происходит? Я че говорю? Кидай волочой. Кидай Юлу. Юлу кидай. Мы узнаем, во сне мы или нет. Подожди. Мне снова нужно поспать, что ли? Какая же срань. Я пока что удивлен с игрой. Я не ожидал, что такая херня будет. Учего, господи. Эффекты, конечно, прикольные. Где на этот раз я буду? Слушай. Тебе надо к психиатру идти. Но депрессия это такая тема. Мы узнали в... В львиной песне, что... Что-то не очень. Это можно читать за скринги? Надо, наверное... Ха! Да. А я же себе говорю. Только, блин, это музыка. Это что-то с чем-то. Она слишком громкая. Так, я не могу туда вниз спуститься. Это можно считать за скримера, кстати, народ. Напишите в комментах, испугались ли вы тут где-то или нет. Лично я пока что нет. Я пока что держусь. Да, это сон. Причем, что ни на есть полноценный сон. Знаете, во сне такая тема, что когда ты смотришь на какой-нибудь... Такой вот объект, где что-то нарисовано, написано, там цифры и так далее. Они меняются каждый раз. А тут они меняются каждую секунду. Ну, потому что мы каждый раз это все видим. Просто посмотри, какая лютая дичь. Мы во сне находимся. Ну, что-то, собственно, неудивительно. Видите, меняются постоянно. Так, окей. Чё это такое? Какая же срань. Какая же срань. Ну, слушай, меня серьезно удивляет. Я себя чувствую каким-то ребенком, который крутит этот кубик-кробик. И удивляет со всей этой херней, которая тут происходит. Чё это такое? Как его называть? Давайте придумаем ему имя. Может, Дарк его просто назвать? В честь игры, а чё бы нет. Наручные часы. Ну, старые, но это не суть. Старые, это не значит херовые. Так, подожди, а как инвентарь? На И? Да, инвентарь это И. Надо, походу, тут айзи-ойстиком играть. А то сверх неудобно. Ну, ладно. Ну, чё, возвращаемся, получается. Так, а что у нас здесь? Слушай, какая же срань. Это просто 10 у тебя, господи, из 10. А эта штука не упадет в случае? Не? Тебя напрягает? Маленький ключ. Найди новый объект. Ну, пока что подожди. Слушай, а мы можем как-то вот тут вот обойти? Наверняка же можем. Так, только выйди отсюда. А, я понял. Подожди. Мне, получается, так нужно обойти. Да? Да, мне нужно именно так это всё обойти. Окей, я тебе говорю, надо было... Надо было просто понять, как это всё устроено. И, господи, я чуть не умер. Короче, время чайка. Все те, кто пьют, либо же едят, приятному аппетиту и приятному чаепитию. Ну, те, кто пьют, не пейте много. Только по праздникам. Я имею в виду то, что пить тоже много бредно. Так, окей. Хорошо, мы это всё активировали. Можем теперь заново, что ли, пройти? Вот эту всю историю. Да не-не-не, не-не-не, да не-не-не, всё, успокойся. Слушай, мне пока что всё нравится. Игрушка, если что, не такая долгая, как я понял. Хотя хер не знает. Это я вам точно не скажу. Народ пишет, что там приблизительно, ну, часик, можно два часика поиграть. Это всё зависит от того, как ты быстро решаешь эти все загадки. Так, окей. Ну, закрытую дверь можно открыть ключом. Но закрытую досками дверь не откроешь ключом. Да ё-моё, почему бы на эскип нельзя было сделать? Вот это вот отмена всей херни. Так, подожди. Зачем это место нужно? Я тут не могу перевернуться. Подожди. Ммм, пока что не понял. У меня нету, да ё-моё. Очень неудобно, что тут на управление, а вот это вот скипнуть, вот эту херню, это не на эскип. Зачем я сюда иду? Для чего мне эта комната? Какая-то срань. Так, окей. Допустим, я тут. И что дальше? Почему я тут, кстати, не могу перейти? Пока что не понял. Зачем мне нужны часы? Ну-ка. Часы не работают. Старые маленькие ключи тоже не работают. Которые не старые маленькие ключи. Ну ладно, не суть. Так. Ладно, давайте назад вернёмся. Мы, если её сейчас деактивируем вот эту вот херню, то мы никуда не пройдём, так что... Вот что у нас тут находится? Тут у нас были часы, если меня не ошибает память. Мы тут ничего не можем сделать. Знаете, что ещё можно попробовать? Можно попробовать устроить вот такую вещь. Вот такую вот, ну-ка. Да, тут так прокатит. Только смысла никакого от этого нету. Или есть? Я тут прыгать не могу, за что. Так, хорошо. Давайте попробуем ещё сюда зайти. Какая же лютая срань. Просто, а ты посмотри на это. Так, подожди, мы тут можем пройти? И тут при этом всё нормально установлено. Ничего не падает. Я тебе говорю, такая срань. Так, ну нам ключ нужен. Коробок спичек. Это там, где темно, что ли, было? Ну там же вроде не темно. Так, окей. Хорошо. Или не хорошо? Подожди, я пока что не понимаю. Я пока что нихера не понимаю, что происходит. Я просто как-то это... Ну... Я даже не знаю, что за дичащие. Так, окей. Мы вот так вот делаем. И мы включаем, получается, свет. Ну... Нет? А что мы должны сделать? Да ё-моё. Зачем мы вот это отменяем? Спички? Серьёзно? Поджечь эти деревяшки. Да ты знаешь, сколько они гореть будут. Ну ладно, допустим. Так. Так, окей. Это всё сломалось. Что-то упало. Подожди, подбери. Что это такое? Буква Т. Какая же срань. Так, окей. Нет, подожди. Это что, отвлекание внимания, что ли, какого-то моего? Зачем вот эта штука закрывается? Для чего это? Я тут не пройду. Если я переверну себя. Зачем мне буква Т? Что у меня вообще есть? У меня есть буква Т. Замечательно. Возможно, буква Т точно так же увеличится в размере, как и что-то ещё. Буква Т как рыча. А чё бы нет, народ. А чё бы нет, действительно. Буква Т как рычаг. Это ведь правильно. А это ты можешь перепрыгнуть. Так, окей. Лютый херь. Просто, я не знаю, вау-эффект эта игра вызывает. Просто такая, знаешь, игрушка на время, где можно похеревать вообще с происходящего. Окей, но у нас почти 25 минут, глава 3. Это глава 3. Она такая прям короткая, что ли? Мы её чё-то не можем ни за раз пройти. Тогда уж. Интересно, я тут сохранюсь? Тут есть продолжение? Не, продолжения нету. Так, окей. Если что, в этой игрушке есть ДЛС, поэтому мы можем спокойно так тут и есть. Вот они, ДЛСки. Ну, меня активирует через Steam, окей. Ну, если игра мне очень сильно понравится, и если она действительно будет короткая, то я ещё и эту... Где-то вот как его... Ра-ра-ра. Куплю ещё и этот ДЛС, а почему бы и нет? Короче, ладно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте друзьям, ставьте... Включайте аннотации, ставьте колокольчик, чтобы увидеть это видео первым. И всем до скорых встреч, всем пока. Лютая игра, мне очень понравилась. Мы её пройдём до конца, это точно.